Актуальной темой в стране остаются паводки. В департаменте ПЧС Североказахстанской области сообщили, что вода отступает от сел Каратал и Кулыколь. Но пока еще жители остаются в пункте эвакуации. Селетинского водохранилища продолжают сбрасывать воду, а в паводкоопасной зоне дежурят спасатели. Наш корреспондент Нургуль Ахметова следит за обстановкой в регионе. Паводок не помешает нам вести учебный процесс. Мы выделили 4 кабинета для приезжих, в остальных будем проводить уроки. У нас 194 ученика, но теперь пока и эвакуированные школьники из Каратала тоже будут учиться у нас. Угроза подтопления сел в Алихановском районе возникла после сброса большого объема воды селетинского водохранилища. Такая же история здесь была в 2014 году. Тогда тоже эвакуировали жителей села Каратал. По словам местных властей, большую опасность для этого аула представляло аварийное гидротехническое сооружение «Сегас Коз». Минувшим летом его капитально отремонтировали, но теперь придется восстанавливать снова. За счет объема воды с правой стороны сооружения произошло подмыв, тем самым проходит вода через грунт. Произошло частично обвал. Проектанты и подрядная организация в пути. Будем проводить обследование, выясним причины. Будут проведены работы после выяснения обстоятельств смыва. По информации спасателей, в селах Каратал и Кулыколь обстановка постепенно стабилизируется. Вода отступила от окраина этих аулов примерно на 30 сантиметров. Тревожные сигналы о подтоплениях начали поступать из других районов области, из Акжарского, Таньшинского района имени Габита Мусрепова. На 10 участках дорог местного значения происходят переливы, там установлено круглосуточное дежурство. А в Есильский район уже прибыл отряд спасателей из Жамбылской области, ведь впереди еще ожидается подъем уровня воды на главной артерии Северного Казахстана, реки Есиль. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова